Александр, поздравляю вас с подписанием нового контракта. Какие вообще эмоции испытывали в тот момент, когда уже, считаете, восьмой сезон пойдет? Как вы с нами? Ну, эмоции самые положительные. Очень рад, что продолжу с «Зенитом» прилагать все усилия для того, чтобы команда добилась побед. Поэтому сезон интересный, юбилейный, задачи стоят максимальные, поэтому готовимся. Александр, вас признают он с клона. Да, поэтому можно ли сказать, что Александр Ярокин уже легенда «Зенита»? Да, я думаю, это очень такое громкое слово. Я думаю, что просто часть команды и стараюсь максимум выкладываться в тренировках и в играх. Поэтому все, что от меня будет зависеть, буду стараться делать. Александр, интересно ваше мнение по поводу сменившегося лектора трансферной политики «Зенита». В этом сезоне четыре русских игроков пришли. Вот вы как турболисты как-то это оцениваете? Может быть, вам приятно со своими людьми, которыми, может быть, по-русски, с ребятами, с которыми вы знакомы, как вы это оцениваете? Да я, на самом деле, у нас достаточно такой дружный коллектив. И ребята хорошо проявили себя в прошлом сезоне, те, которые пришли. Поэтому нет ничего удивительного, что они оказались в «Зените». Я думаю, что также сейчас пройдет период адаптации, и все лучшие качества они продемонстрируют и помогут команде тоже. Вы как-то уже помогаете и адаптироваться? Заверно кем-нибудь шествам? Ну, конечно, ребята помоложе где-то. Сейчас в первое время всегда что-то спрашивают, осваиваются. Поэтому, конечно, стараемся максимально помочь. Но при этом вы ощущаете, что конкуренция для вас достаточно серьезно возрастет, в том числе, наверное, и для вас? Ну, конкуренция, на самом деле, двигатель прогресса. Поэтому в конкуренции ничего плохого не вижу, только положительный момент. Александр, что скажете по сегодняшнему матчу? Как объяснить такой бюджет по тебе футбол? Ну, да, у нас, на самом деле, не так много времени на подготовку было. Но, тем не менее, я думаю, что сегодня, в принципе, показали неплохое движение и забили пять голов. Это положительный момент, то, что два пропустили, разберем их. И как раз есть время подготовиться, чтобы такие ошибки не допускать уже в сезоне. Очень много слов по поводу перехода Александра Соболева в «Спартака» в «Синих». Как ваше отношение к этому? Ну, учитывая, что Соболев действительно является лицом противостояния «Спартака» в «Синих» в «Синих». Слушайте, ну, на самом деле, достаточно часто появляются слухи вокруг тех или иных футболистов. И, конечно, ребята, которые себя проявляют в других командах, они в станцию в «Синих». Но, тем не менее, я думаю, что, когда будет, если будет что-то официальное, то обязательно объявят. И уже будем отталкиваться от тех решений, которые примет руководство. Впереди 12 июля уже матч в «Суперклубке» в «Роснодару» в «Волгограде». Это турнир «Винлайн» для тех клубок. Рассматривайте, как там подготовки должны ли здесь победы, например, как сегодня, для, скажем так, формирования победного духа? Или это просто просто турнир «Вичков» выхождение на оборот с вами? Нет, конечно, то, что это турнир, он имеет такой, можно сказать, полуофициальный статус. Но, тем не менее, результат всегда важен на предсезонных сборах в том числе. Поэтому, естественно, хотим и здесь тоже в каждом матче побеждать. И я думаю, что это положительно на подготовке скажется, на положительных эмоциях готовиться проще. Натарк, кстати, усилился Козловым, Петербургским последствиям, большим зенитовцам. Не удается вообще следить за тем, как и другие полуэты, транспортные политики. И вот конкретно Козловым имели смысл, и началось, что будет опасаться? Ну, в первую очередь, мы, конечно, следим за собой. Но, тем не менее, он неплохо себя в Балтике проявил, поэтому получил возможность проявить себя в более таком клубе, который борется за... В прошлом сезоне боролся, я думаю, в следующем тоже будет бороться за призовые места, поэтому посмотрим, как себя проявят там. Вы умышленно сказали за чемпионство. Ну, вы не сказали за призовые места, но хотели бы сказать за чемпионство. Чемпионство тоже призовое место, как я понимаю. Так сказал. Александр, за время выпуска успели отдохнуть, потому что это куда-то ездили? Нет, так получается, что весь отпуск провел в Петербурге, поэтому был здесь. Хорошая погода, хороший город, красивый, поэтому здесь хорошо тоже отдохнул.